Как известно, в этом мире все течет, все меняется, но, к сожалению, это не касается формата оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. В последние несколько месяцев я заметил и потерю интереса наших подписчиков к этому мероприятию, а также я заметил то, что количество повторов и однообразий на этих мероприятиях существенно увеличилось. Из раза в раз Ради Хабиров предпочитает заслушивать одни и те же мажорные доклады, практически повторяются из раза в раз цифры, показатели и аргументы. В общем, конечно, с этим надо что-то делать. И подумав недолго, я решил все-таки немножко изменить формат нашего эфира во вторник. Мы начнем добавлять существенные события, которые не касаются оперативного совещания, а также будем сокращать нещадно те доклады, которые очевидным образом являются всем понятной имитацией бурной деятельности нашего правительства, которые совершенно не интересуют наше население и наших подписчиков. Несмотря на вынужденную краткость совещания в правительстве, которое случилось необычайным образом не в понедельник, а во вторник на этой неделе, тем не менее в нем было несколько важных вопросов, которые мы должны обсудить и поразмышлять над тем, что же происходит. Первый вопрос, собственно, он был и хронологически первым, это вопрос о итогах выборов, которые все-таки прошли 13 сентября в Республике Башкортостан. Естественно, докладчицей была Илона Анатольевна Макаренко, которая и сделала доклад о предварительных итогах выборов в Республике Башкортостан. Илона Анатольевна привела нам цифровые показатели этих выборов, а именно то, что было 200 компаний, 1753 мандата, средняя явка по Республике составила феноменально высокие 52%, то есть 1 миллион избирателей были вовлечены в этот процесс в городах, впрочем, явка была ниже, она составила 31%, что говорит о том, что на селе явка была еще и выше 52%. Единая Россия у Илона Анатольевна набрала 70% голосов, Коммунистическая партия РФ набрала феноменальные низкие 4%, а ЛДПР и вовсе 3%. Самовыдвиженцев было на этих выборах 14%. Илона Анатольевна с тревогой отметила, что, цитирую, по отдельным территориям складывалось впечатление, что группы лиц специально десантировались для провокации, дискредитации системы выборов, но нарушения не подтвердились, все прошло на высоком уровне. Конец цитаты. Ну, безусловно, Илона Анатольевна все провела на высоком уровне, если не обращать внимания на массовые нарушения в Нефтекамске, если не обращать внимания на то, что господин Кутлугужин от лица КПРФ любезно уступил три мандата в Стрелитамаке менеджером компании Сода, имеется в виду БСК. Ну, в общем, тут, конечно, говорить на самом деле не о чем, потому что это уже были не выборы, это уже был некий технический механизм закрепления тех договоренностей, которые были достигнуты в администрации главы задолго до этого. Называть это в полной мере выборами, конечно, нельзя. Но, как говорится, сам себя не похвалишь, наверное, уже теперь никто не похвалит, потому что Хабиров подытожил доклад Макаренко такой фразой «Теперь мы имеем право поздравить себя и партию «Единая Россия». Это одна из самых чистых избирательных кампаний», подытожил доклад руководителя Центризбиркома Республики Башкортостан Ради Хабиров. Ну, понятное дело, видимо, теперь у нас, чтобы провести успешную избирательную кампанию, достаточно просто об этом заявить. Мы провели успешную избирательную кампанию. Она самая чистая. В общем, желательно перед этим встать у зеркала, чтобы хоть кто-то поверил в эти слова. Вторым докладчиком был традиционно Максим Забелин, который рассказал нам о ситуации с коронавирусом. По словам Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии становится все лучше и лучше. Всего 31 человек лежит в больницах на всю 4-миллионную республику с этим вирусом. 31 человек также в сумме умерли за все время. У Забелина почему-то 50% коечного фонда свободно. Но если 31 лежит в больнице, значит, у него коечный фонд 62 койки, что ли. В общем, тут совершенно непонятная бельберда. Но, как, впрочем, и обычно в докладах у Забелина, он сообщает о необычайном высоком уровне тестирования в Республике Башкортостан. Также Забелин сообщил о том, что у него тут сейчас надвигается вакцинация от гриппа. И он готов вакцинировать каждого второго жителя Республики Башкортостан от гриппа. Не уточнил, правда, какого вида идет грипп и какого вида вакцины ему подвезли. Как обычно, эти вакцины вызывают массу предубеждений вопросов у населения. К слову сказать, сам Хабиров, в общем-то, противоречил Забелину, увещевая аудиторию о бдительности и необходимости предпринимать всякие дополнительные меры. А также Хабиров сообщил, видимо, даже не столько башкирским министрам, не столько жителям Башкортостана, а всей планете Земля, о том, что на Земле начинается вторая волна коронавируса. Далее по ходу оперативного совещания обсудили вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Почему-то не было Беляева. Куда опять делся Борис Владимирович, совершенно непонятно. Его ведомство на совещании представлял Николай Павлович Ельников, заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан. Неужто опять Беляев ушел в отпуск? Совершенно непонятно. Ну, может, на какую-нибудь конференцию, конечно, уехал. Но, в общем, со слов заместителя министра ЖКХ, в Башкирии все еще более спокойно, чем в докладах Бориса Владимировича. Коммунальные услуги поставляются бесперебойно, аварий так и не зафиксировано. А вот паспорта готовности к отопительному сезону уже собраны со всех районов и муниципалитетов Республики Башкортостан. И господин Ельников утверждает, что в период с 21 по 24 сентября отопление будет подано во все дома Республики Башкортостан. Ну, в общем-то, ждать осталось совсем недолго, всего-то 6 дней. Надеюсь, что господин Ельников сказал правду. Наконец-то вернувшийся в лоно республиканского правительства Алан Викторович Морзаев доложил о ситуации с ДТП. С ДТП все так же плохо, как и на прошлой неделе. Погибло больше нормы людей, количество пострадавших, количество самих ДТП тоже превышает, в общем-то, норматив по году. И, как я уже говорил, удержаться в рамках 400 погибших за год, вероятнее всего, Морзаеву не получится, потому что уже на данный момент погибло 298 человек. Далее поговорили про карту Алга, любимое детище Радио Фаритовича. Морзаев доложил о том, что 41% расчетов идет по карточке Алга, 30% идут по банковским картам, и 29% идут наличным расчетам в транспорте в республике. И отметил Морзаев, что вот эта вот технология, когда за наличный расчет проезд стал 28 рублей, а по карте Алга 20 рублей, сыграл свою роль, и люди начали пользоваться картой. Ну, тут бы, конечно, выяснить, не является ли это шантажом и принуждением, потому что любая форма оплаты должна быть, на самом деле, доступна всем в равной степени, а также, на мой взгляд, юридически неправомерно ограничивать наличную оплату, изменяя тариф за наличный и безналичный расчет. Вот здесь, конечно, вопрос для прокуратуры, насколько законна вот такая постановка вопроса, когда по безналичному расчету 20 рублей, по наличному 28. Не ущемляет ли это финансовых прав граждан республики, не нарушает ли фундаментальных правил, как бы, внутри страны, ну, вот здесь, конечно, вопрос к правоведам. Правоведов у нас предостаточно, полное правительство, и даже по краям за его пределами торчат во все стороны эти правоведы, но хотелось бы услышать немножко более квалифицированный ответ, чем ответы вот этих вот наших, как бы, юристов, как бы, правительства. Морзаев ни словом не обмолился о том лютом, жутком бардаке, который творится в центре Уфы уже на протяжении нескольких недель. Две с половиной недели минимум стоит раскуроченная улица Ленина, с вырванными вот этими заборами, разобранной брусчаткой и кое-как не везде положенным гранитным бордюром. В чем причина остановки работ было непонятно, но я это связываю с тем, что Алан Викторович лично отбыл из Уфы, и без его прямого личного участия в центре Уфы работы вестись не могут. Но, тем не менее, факт остается фактом. Две с половиной недели, как минимум, потеряны, видимо, в ожидании плохой погоды. Но, вопреки молчанию Морзаева, молчать не стал Хабиров. Он сказал следующую фразу. В этом году мы беспрецедентные объемы ремонта дорог в центре Уфы делаем. Весь центр Уфы у нас перекопан. Просьба. Погодные условия же. Завершите нам это, что наметили. Ладно. Конец цитаты. Обращался Хабиров к Мустафину и Морзаеву, уже, видимо, со слезной просьбой, понимая, что технически невозможно свернуть и закончить такие объемы работ по мгновению волшебной палочки. Совершенно непонятно, почему эти работы в центре Уфы начались именно в конце августа, а не летом. В общем, конечно, судороги налицо. Кроме всего прочего, те точки, которые отмечались населением как кризисные, как наиболее разрушенные участки дорог по Уфе, так и остались нетронутыми в этом году. В частности, я говорю про Бульвар Ибрагимова. Это уже притча во языцах. Настолько разбитые центральные дороги, причем важные ключевые дороги для миллионного города, наверное, сложно встретить где-либо еще. Это заплатка на заплатке. Это уже такие огромные на самом деле ямы, в которые колесо даже приличного внедорожника проваливается почти целиком. Ну и к этому еще у меня есть личный опыт, когда еще весной я там потерял два колеса от своего автомобиля. Но, повторюсь, Бульвар Ибрагимова остался нетронутым. И, судя по всему, до зимы, до воды, до дождей асфальт там укладывать не будут. Вот эта знаменитая традиция башкирских дорожников укладывать асфальт в воду и в снег, видимо, воспринято и подхвачено Аланом Викторовичем, либо это тоже какой-то такой опасный региональный вирус. Больше на оперативном совещании докладов хоть сколько-нибудь информативных или реально полезных для зрителей нашего канала я не обнаружил. Потому я нещадно их буду сокращать по штату, и пускай нам не придется тратить время на обсуждение тех бесполезных деяний и рассуждений, которые мы вынуждены были прослушать на этой оперативке. Однако, примечательным было о Лаверде заключение Хабирова, которым он завершил это мероприятие. Хабиров вдруг заговорил про набережную, сообщил нам о том, что у нее огромный потенциал, но она как-то стоит без дела. И сообщил широкой общественности о том, что он лично создает и возглавляет некую рабочую группу, комиссию по заполнению набережной смыслами и бизнесами. Технически эту комиссию будет возглавлять господин Антонов, руководитель и собственник группы компании «Даска». Хабиров характеризовал его как опытного ресторатора, знающего дело и который знает, как развивать подобные территории. Я не знаю, о каких успешно развитых Антоновым территориях говорит господин Хабиров, но очевидно, что это опять какие-то призраки прошлого. Господин Антонов в последние годы не особенно славился бизнес-успехами. Все его успехи были сконцентрированы в лесочке на Горсовете, в том ресторанчике, в котором так любят обедать и ужинать депутаты Горсовета города Уфы. Хабиров еще некоторое время порассуждал о том, что набережная в целом-то она прекрасная, но совершенно пустая и так далее, и так далее, что уже на будущий год там должны появиться ресторации и всевозможные аттракционы. Боюсь, что дело сведется к размещению там фастфуда и еще каких-нибудь заведений. Неизвестно, каков будет результат этой затеи, но очень интересно и очень много вопросов вызывает вообще сама эта затея по сути. Простите, зачем мы создавали целое ведомство госпожи Бойцовой, которое занимается у нас тут стимулированием и развитием бизнеса? Простите, зачем нам Министерство экономики, экономического и всякого прочего развития, которое занимается тоже развитием экономики, привлечением инвестиций и перераспределением бизнесов на территории республики? Зачем нам вообще все эти многочисленные структуры, включая всяких бизнес-омбудсменов, если для того, чтобы организовать торговлю пирожками на набережной, нужно личное участие главы региона, причем он свято верит в это, потому что он упомянул о своем волшебном слове, которое время от времени будет применять для приведения на эту набережную бизнесменов. Слушайте, ну это уже какой-то абсолютный абсурд и даже не ручное управление. В этот раз самое интересное случилось не на оперативке, а после оперативки. Ради Хабиров внезапно оборвал оперативное совещание, заявив, что выступление госпожи Ивановой и господина Тукаева вовсе не обязательно, не спешно, не срочно, и все это может случиться потом, а он лично торопится на долгожданную выставку «Газнефт технологии 2020». Честно признаться, о долгожданности этой выставке не было известно совершенно ничего, да и, собственно, о самой выставке, в общем-то, немногое было известно, кроме того, что она, в общем-то, должна случиться там по плану. Но Хабиров внезапно устремился на эту ярмарку, казалось, что вот она является каким-то последним спасением для его ситуации, но, кстати говоря, видимо, так оно и было. Что же такого важного, необычайного и судьбоносного ждало Радио Фаридовича на выставке «Газнефт технология 2020»? Вовсе не что-нибудь, связанное с газом, абсолютно не связанное с нефтью и уж точно никак не связанное с технологией ждало Радио Фаридовича на этой выставке. На этой выставке Радио Фаридовича ждало БСК. Судя по всему, после скандального собрания директоров в Белом доме, я имею в виду Совет директоров БСК, Григорий Алексеевич Рапота, не бросив слов на ветер, занялся делом. Вероятнее всего, заседание в правительстве Республики Башкортостан было перенесено с понедельника на вторник, потому что в понедельник Радио Фаридовича опять вызвали в Москву. Очевидно, что господин Рапота провел работу с тем, с кем надо. Фаридовича вызвали в Москву и дали новую порцию инструкции, как ему дальше жить и что ему делать с БСК. И вот тут случилось то самое, что случилось на выставке «Газнефт технологии». С распростертыми объятиями кинулись навстречу друг другу генеральный директор БСК Давыдов и глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Вокруг порхала девочка-припевочка или хостес, или кто бы она там ни была, очаровательная леди в форменном платьице сода. Господин Давыдов улыбался так, что я беспокоился за целостность его лицевых мышц и связок его челюстей, но в конечном итоге все это производило совершенно какую-то сюрреалистическую картину, потому что еще совсем недавно, скрипя зубами, Ради Хабиров упоминал БСК как компанию, с которой нельзя иметь дело, которая безответственно относится к вопросам, который не звонит ему, не участвует в процессах, и он вынужден взять все в свои руки. Это мы слышали буквально 2-3 недели назад. Еще двумя-тремя месяцами ранее мы слышали о том, какое БСК замечательное, платежеспособное, и как практически на БСК держится бюджет Республики Башкортостан. В общем, в голове у всех все перепуталось. И вот опять жаркие объятия и слова Хабирова о том, что он готов подставить плечо и идти рука об руку с БСК в светлое будущее, что он готов решать все проблемы БСК, какие бы они ни были, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, иначе, как к вот этим волшебным манипуляциям господина Рапота в московских кабинетах, я это все отнести ни к чему не могу. Смену настроения радио Хабирова уже трудно отслеживать онлайн. Пожалуй, что пора записывать это все поэтапно, чтобы потом переваривать. То есть, ну, если я не путаю, то это уже шестой вариант отношения господина Хабирова к БСК. Тут надо отметить, что, конечно, вот лично у меня уже вызывает беспокойство состояние плеча радио Хабирова. Слишком часто плечо используется в башкирской политике и вообще присутствует в лексике Хабирова. Мы помним, что на плече у Хабирова сидит его попугай, который бесконечно ему советует что-то, но, судя по всему, радио Хабиров перестал прислушиваться к советам попугая и все больше и больше слушает советы Мурзагулова и Сидякина. А вот это зря, кстати говоря. Далее плечо Хабирова использовалось на Куштау. Как известно, Первый канал сообщил о том, что глава республики плечом к плечу стоял вместе с защитниками и отбивался от этой богомерзкой соды. Теперь он тоже самое плечо собирается подставить, опять же, богомерзкой соде БСК. В общем, конечно, надо начинать беспокоиться за здоровье радио Фаритовича в том плане, что одного плеча на всех может и не хватить. Неизвестно, как отнесется к башкирской общественности, будучи все еще возбужденной, взбудораженной к подобным лабезаниям Хабирова и господина Давыдова. Непонятно, как к этому отнесутся башкирские националисты, как к этому отнесутся жители тех сел и деревень, которые непосредственно защищали от БСК Горы Куштау. Надеюсь, что господин Рапота все-таки не сможет отменить решение Хабирова о охранном статусе горы. Хотя, конечно, тут сейчас можно, наверное, предполагать все, что угодно. Григорий Алексеевич мужчина действительно очень могущественный и в состоянии изменить любые решения любого губернатора в этой стране. В прессу на этой неделе, в начале недели, просочились странные заявления о том, что в четверг 17 сентября госсобрание рассмотрит вопрос о назначении Андрея Геннадьевича Назарова на пост премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Честно говоря, это было очень неожиданное заявление. В самом госсобрании формально ничего не знают о подобном вопросе. Вопрос этот до среды все еще не стоял в повестке дня заседания 17 сентября, хотя ничто не мешает внести его хоть за минуту до начала заседания. Однако, тут напрашиваются вопросы предположения. Почему бы снова начинать обсуждать этот вопрос, если он был пока отложен в Москве? И не является ли назначение Назарова на пост премьер-министра Республики Башкортостан тем самым содовым гамбитом, который выторговал себе хотя бы Ради Фаридович, в итоге, ну, примиряясь в который раз с содой публичной вот на этой выставке. Есть, конечно, вполне себе обоснованное предположение о том, что формальное назначение Назарова на пост премьер-министра будет получено в обмен на вот эти вот любезности, которые Хабиров оказал ненавистной еще вчера соде, в обмен на вот эту милую девушку, кого-то мне очень сильно напоминающую. Ну, и в общем, некие такие разменные функции произошли в Кремле в понедельник, наверное, хотя наверняка мы узнаем скорее всего в ближайший четверг.